И мы начинаем наш первый матч с сегодняшнего дня. Зихао начинает с своего жреца, Двайн Тумба и Круг, то есть это на стандартный контроль прист. Двайн Тумба стали в свое последнее время чуть ли не стандартом для текущей сборки приста. И против него начинает Валера на присте, и Зихао начинает на своем Малилоке. Привет, Spectrum MjLord, рад тебя приветствовать на трансляции. Ну что же, мы приступим, первые ходы у жреца в целом не очень, так же как и у Чернокнижника. В целом данный матчап скорее в пользу Малилока, так как существует множество карт и серии сумеречных драконов, сумеречных защитников, которых жрецу просто очень тяжело убивать. Жрец больше хорош против Агра и подобного. Разыгрывается Бран, принятий ход уже от Чернокнижника, и скорее всего жрец просто пропустит ход. Говоря о формате, играется Б-105, 4 колода, 1 бан. Плей-офф на вылет. Ну что же, я бы на месте жреца сейчас пропускал ход. Тратить Аукинай с каким-то ремуалом еще слишком рано. Конечно, Пэддлер оставит какие-то неприятности в случае своего появления на столе, но это самое худшее, что могло быть хотя. Хотя Твайлайт Дрейкс... Нет, да, Твайлайт Дрейкс будет тоже неприятен, конечно, с своим множеством ХП. Возможно... Это ужас, это же 17 здоровья. Возможно, Валера играет Волджину, так что это несколько проще. Либо же придется тратить... Придется тратить Энтумб. Нет, не Ласт Хиро, это Конфест. Ну что же, кража мысли от Валиры. Забирается Таурисан. В целом, неплохая карта против... Да, в целом, неплохая карта для жреца. Удешевить руку всегда полезно. Но не то, чтобы... Очень важно. Ну и Мортал Койл выглядит, мягко говоря, смешно. Учитывая тот арсенал, что находится в руках и на столе у Мали Чармиджи. Так же интересное решение, кстати, от Зихао. Это Джераксус. Не самая частая карта в Мали Локах последних времен. Я помню, на заре этой колоды иногда его играли, но потом опять же от него чаще всего отказывались. Валера потратил Энтумб на Дракона. Грамотное решение, потому что иначе забирать было бы нечем. И скорее всего сейчас мы видим Аукинай Круг, но его 5 здоровья уже пугают его. Мне кажется, может даже Бутан Флэш Хилл на себя. Дабы вывести из радиуса каких-либо Сулфайра плюс Теневой Бомбы. Да, то есть Аукинай Круг и в принципе Жрец легко стабилизировался, но надолго ли. Какой-то шальной Малегас, шальная Бомба, шальной Сулфайр и его здоровье придет конец. Техник Крыла Тьмы, кстати, тоже. Я не совсем пока понимаю, как же играет Зихао в этом Майлл. Как его будет целиком в сборку. Но уже понятно, что он избавился от главарей Банды Бесов, скорее всего. Да, выпихнуть техникам. По мне это хорошее решение, если он должен увидеть много контрольных колод. Так, против них Бес слегка слабоват. Но в то же время, ну таки, Джаракс реально интересен. Куда же он его запихал? Конечно, возможно, что это даже не Малелок, а просто Драконолок. Но тогда я не с тем понимаем, это же в принципе целесобрание такой сборки. Приходит рукоопытный охотник против жреца. Абсолютно бесполезная карта, можно играть чисто ради темпа. Ставит через ментку Джараксуса, и у жреца небольшие проблемы. Зихао уже видел, аукинает своего оппонента. И потрачен один флешкил, поэтому он не боится того, что его просто залетает в один ход. Он даже просто игнорирует сейчас Таурисанов, как на их грамотное решение. Конечно, Белчер выиграет сейчас за временем жрецу. Но, опять же, он в плохой ситуации, я считаю. Вечная проблема для жреца в таком матчапе, это как раз Джараксус, который чистит стол. Который все время ставит сильной угрозой против тебя. Может, что играет сейчас Харрисона было бы, но овердроф для переста здесь просто недопустим. Так как, ну, конечно, там будет множество полезных карт, начиная от Лайтбомб, заканчивая теми же Рубаками. И, по мне, Харрисон стоит поприлежать для более поздних времен, сколько опушить свою руку. Ну и в то же время Хилис тоже необходимо. Белчер и Зомбик, по мне, выглядят здесь оптимально. А нет, он... Пускай разыгрывает Харрисона, просто пытается минимизировать овердроф и узнаем, что же именно он потерял. Потому что Клирка в руке хорошо, Ширин и неплохо. Рубака... Ну, в принципе, у Рубака и Владыка это не самая большая потеря, которая могла быть у него сейчас. В целом, я бы сказал, что даже он отделался очень-очень легко. А учитывая, что это все еще удерживалось Торисаном, в принципе, неплохо. Главное ему сейчас отхиляться, поставить свой Таунб и вечно менять стол. И пасть под какой-нибудь дикой АОЕ от своего оппонента. И так все будет даже вполне неплохо, я считаю. Ну что же, у Лока возникла маленькая заминка с тем, что нет у него второго АОЕ, что почти слегка стол, нету Хеллфайра второго, к сожалению, для него. И на самом деле, если он не почистит стол и не поставит Белчера, у него могут быть даже проблемы с тем, что ему просто летальный урон. Вот так один Харрисон, который мне не очень нравился, но сыгрался неплохо. Тем, что позволил не овердроун, создал хорошие карты в руку, не сжег, ничего полезного. Ставится Белчер, да, скорее всего, будет разменен. Есть ли второй? Нет, Антумба, к сожалению. Но есть... А, прошу прощения, есть же у нас сейчас Кабал и Шринг. Но все-таки убивает Турисона, поэтому летал не грозит, по крайней мере, пока что. Приходит Вейлин Баф. Я думаю, будет Шринг и Кабал прямо сейчас, при том, которые за 6 маны будут суммарно даны, а не за 5, так больше ничего разыграть не получится. Возможно, Харрисон убьется об Инфернал даже. Просто если говорить о том, стоит ли отдавать Шринг и Кабал сейчас, да, стоит, так как лучших таргетов просто не существует в этом матчапе. Я бы отдавал краски их, отдавал, возможно, ШВД сейчас еще заодно, дабы не тратить лишний ресурс. Но ШВД опасно тем, что продамажится весь стол твой. Возможно, отдать Харрисона более целесообразно. Либо же, например, дать сейчас баф на того же зомби, и опять же, стол дамажится. Не особо хочется иметь ему сейчас. Я не думаю, что он будет давать агрессивный круг на захил 7 карт, это слишком много. Возможно, стоило бы сначала дать круг, сначала дать ШВД, кругом хильнуть весь стол, и потом забрать Белчера. Это могло быть более целесообразно, на самом деле. Не было бы у Вердрова и было бы эффективно. Думаю, тем, что вжечь пироманта, возможно, чтобы и так сильно не страдать. Интересное решение по мне. Ну, круг отдавать явно глупость. Хоть Валира играется с ним, но плохое решение было бы. Мортл Койл. В целом, можно надоровать себе Хеллфайр и вывести катку. Впрочем, Хеллфайра советую нет. Хеллфайр даже не поможет здесь. Все очень... Ну, а здесь Хиллбот, в принципе. С Хиллботом все будет даже очень неплохо. Плюс еще же был Зомбинс, или, конечно же, да? Ну, в принципе, да. Да, легкая стабилизация, но то, что рука у Преста более объемна, чем у Лока, плюс Лок не может добирать карты, возможно будет критично даже, прямо сейчас-то. Плюс проблема еще в том, что Лок не оставил Инфернала прошлым ходом, и ему приходится ошибка от Жреца, зря он дал Дракона после, на мой взгляд. Также возможно размяться с Хиллботом, на всякий случай, до Круга, конечно же, тем же Белчером. Но это его решение, в принципе, ничего там плохого он не сделал. Кажется, Дракон, надежда на какой-то тапдек, возможно, но такое себе, второй Дракон, и из Дракона Дракон, ну, такое весело и забавное. К сожалению, проблема в трансляции, и сдается Зихао. У него был отличный старт, и возможно тот агрессивный ход как раз-таки с Джаракусом был лишним. Хоть Акинай флешка была уже одна, но Харрисон просто перенул всю игру. Тем более Джаракус ставился не на пустую стол оппонента, там уже был Таврисан. Он мне поставил Инфернала первым ходом, что-то фиксят китайские коллеги наши. На своей трансляции, возможно, какие-то проблемы со звуком, возможно, проблемы с картинкой, и пока мы сейчас еще не все-таки не знаем. Ну что же, в целом матч был все захватывающий, меня порадовало, что Прист выиграл, так я сам все фанатик Приста, и, в принципе, любитель поиграет в этом классе. Но, возможно, у нас небольшие проблемы нет. Так, мне пишет мой коллега, что он готов подключиться, нам буквально до минуты, я помолчу, наверное, с вами пока что. Подключу его, и мы вернемся на трансляцию, как раз и к следующему матчу. Ну что же, пока еще. Про лак на хэс-трансляции опять же, опять проблемы. Конечно, все прекрасно у тех китайцев, которые играют классными деками, классно их комбят, прошу прощения за этот звук сейчас. То есть, мне нравится хэс, но вот эти заминки на трансляции, с кучей рекламы и подобным, конечно, иногда вымораживают из себя. Не всегда хочется это наблюдать. Ну что же, мы все еще в ожидании. Так, ну что же, теперь нас здесь уже двое отдать. Приветствую. Приветствую. Те, кто на трансляции, скажите, пожалуйста, не слишком ли он громко звучит? Возможно, сделать все далеко потише. Если так, поправлю буквально в ближайшее время. Да, и мы только видели прекрасный матч между Малли Локом с Джараксусом и Контроль Престом, если ты видел параллельно, может быть. Да, и Контроль Прест за счет Харрисона просто вывез матч. Удачно не овердроф, но по этому, Зиха, ваша система, что ты считала достаточно агрессивного Джараксу, как по тебе? Ну, что ты, в принципе, думаешь об этом матче? Ну, честно говоря, я пришел под самый-самый конец. Вот, и я бы сказал, что, ну, такой матч, конечно, возможно, был и наверняка интересный, но жалко, я в самый конец пришел. Ну, у тебя еще будут шансы? Ну, да. Думаю, сейчас все увидим. Ну, да. Так, что же, пока никаких сообщений о том, что тебя слишком громко слышат, сейчас пока предположим, что ты звучишь отлично. Да, ну, так оно и есть. Единственное, у меня твой стрим идет быстрее, чем я смотрю с канала, так что это немножко странно. Действительно, немного странные ситуации. Сейчас. Вроде нормализовалось. То есть, мы быстрее, чем китайский? Это как так возможно? Между девочками все равно есть. Не, вряд ли, вряд ли. Я смотрю, вот, китайский... А, нет, вроде все нормально. О, все, у меня тянки появились, тянка с... очка. Ну, понятно, хорошо. Да, все, мы синхронизировались, отлично. Так, ты слегка громче мяч, ты я чуточку потише сделаю тогда, буквально, на пару. Это что, Зихао взял приста, что ли? У них у обоих контроль присты? Да, я заметил. У них у обоих локи, у них у обоих паладины и у них у обоих друиды. Наконец-то присты. Так нет, присты просто, я прям готов быть счастливым и радостным этого события, но их слишком много. Опа-ча. Связь такая, связь. Ладно. Прошу прощения. Какие-то проблемы у Даниила на скайпе, к сожалению. Да. У тебя была какая-то проблема, только что со связью. Мм, не знаю, нормально вроде, что. И у тебя слышно меня. Ну что же, мы возвращаемся к следующему матчу пока что. Начинают вторую карту Зихао и Валера. Валера на друиде, Зихао на паладине. Притом, судя по зомби, это либо мидрейнджевая вариант. Почему бы и не секрет паладин? Либо мидрейнджевая вариант секрет пала, либо мидрейндж и паладин по себе. И против друида я опять же повторю, что как по мне секрет, паладин побеждает мидрейндж друида. И всегда это не сбывается. Так что опять же я повторюсь, что по идее паладин здесь выигрыша, но скорее всего друид обыграет его. Потому что такова судьба китайского ХС. Но мы им еще и Белчера. Теперь это служит суть, кто же здесь в доминирующих позициях на самом деле. Ну вот тут не знаю. Белчер он не показатель, кто женщин, скорее всего. Мне кажется, все так же думают, что это секрет. Священное обдение. Священное обдение. Мурлока паладин? И какой-нибудь странный. Не обязательно. Священное обдение. Да, у тебя какие-то помехи на скайпе. Попробуй слегка пофиксируй в интернет. Ну, это тем не будет. Ну что же, были разыграны зомби, был разыгран джаглер, был разыгран рекорд, приходит свайп, все хорошо. Как всегда, друиду приходит свайп, по черный ход идеально. На самом деле, проблема друида была в том, что у него легкие проблемы по началу игры. У него из рампы был оттока один буйный рост, поэтому он слегка сдерживается по своему развитию. Вероятно, мы будем кипер, возможно, будет сыгран просто трусили ради темпа, но тогда Харрисон будет просто конфеткой в этом моменте. Мне кажется, все-таки Харрисон будет прибережен против Тириона. Да нет, тут, слушай, добор двух карт в такой ситуации, если не будет таким лицо, конечно же. Все-таки очень это красивая игра от Паладина, конечно, но я думаю, все равно Харрисон как бы, почему нет. У него все равно нет альтернативного хода. Держать до Тириона, Тириона может быть и не будет никогда в этой игре. Ну да, это правда. Следующим ходом это будет либо Доктор Бум, либо Древний Добор. У него уже есть два диких рева. И в принципе, ему буквально пеньки, и он убивает от своего оппонента. Плюс Белчер, опять же, легко развивается Харрисоном. Мне интересно, только единственное... Пеньки. Пеньки, да. Все-таки Доктор Бум, я думал, он разыграет Древа Мудрости, он Добор, дабы добрать чуть-чуть больше вариативных карт. Но, в принципе, если мы не увидим сейчас Богохавский, Кипер не так хорош в этой ситуации. Опыт находитик полностью, и сейчас здесь еще пройдет, идет какой-то размен. Доктор Бум 3.3. Зомби и Слиз, скорее всего, просто разобьются об него. Хотя, возможно, если он хочет сказать агрессивнее, он может просто пойти в лицо. Ну, или... Не думал, что это будет агрессивно, потому что немножко опасно. Слишком уж это комба. Если иннервейт есть, то это, я считаю, комба. Но комба все равно не убивает пока еще. Иногда. И да. Второй Буйный Рост, не то, что я бы сказал, нужно. Хотя можно разыграть, чтобы быстрее сделать комбу, конечно же. Но, к примеру, Древа Мудрости выглядит куда более аппетитно. Но, скажем так, вот еще и опыт на охотник, на потенциальную какую-то угрозу своего от его оппонента. Есть саплинги, которые можно вызвать для более сильной комбы, либо же просто окремывал. Все-таки это Миндранж Палки, я понимаю. Но очень странный, потому что бдение, ну, я редко увижу. Буду честен. Ну, скажем так, это очень интересный добор карты для Миндранжа. Возможно, он играет Пироманта и Райнс в такой ситуации. Ну, это было бы просто, а можно было бы объяснить, почему. И вот теперь друид нужен слайд, потому что эти рекруты могут его вынести под бафом. Да. Это будет очень круто. При том, если не разменять сейчас какой-нибудь рекрута, лучше всех разом. И тогда, интаданты проблемы будут... Возможно, имеет смысл даже комбу потратить. Да нет, тратить комбу на рекрутов, это совсем, мне кажется, дикая идея. Возможно, это сейчас дать дикий рев и пойти в лицо. А зачем ходом сделать комбы? Надеюсь, что не будет провокатора. Ммм. Он решил играть совсем агрессивно. Ну, мне нравится его ход, на самом деле. Только я бы сделал, наверное, его не через кошку, а именно через рев. И разыграл бы, например, еще и опытного охотника в придачу. То есть, ну, слегка поставил бы стол чуть более активно. Но пока что все очень неплохо, как по мне. То есть, урона у нас не хватит. Всего лишь 15 есть со стола. Ну, 16, с учетом, например, того же кипера, но этого маловато. То есть, максимальный урон слишком мал, чтобы убивать. Нужно чистить стол обязательно. Хотя это уже не помогает. Как мы видим, что у Валира есть комбо на руках. Даже двойное комбо, если, конечно, можно сказать, что-то полезным. И даже будет ли стол разменен, это не поможет ему ничем. Ммм, да. Что-то с Дихау, на котором мы были так уверены, на самом деле, с тобой. Что-то показывает себя пока не лучшим образом, как по мне. Ну, мне кажется, Дихау понимает, что там пункт. Ну, он доберет карты, конечно, Мурлок, Хиллбот. Но от Хиллбота пораньше можно было бы спастись, на самом деле. Ну, все. Хотя, маны бы не хватило. Да, Пиньки Рев, поздравляем. Прошу прощения, поздравляем Валиру со счетом. 2-0 в этой серии. Я остался паладин. На самом деле, мидрендж палк против Секрет Палада, я знаю, показался неплохо. Как это по твоему опыту это будет? Секрет, ты у нас больше паладина из нас двоих. Ну, Секрет Пау показывает себя лучше, по статистике. А именно в матче, ну, друг против друга, как они играют? Когда против друга, все-таки Секрет Пау. Все-таки Секрет Пау будет получше. Хорошо понятно с тобой. Ну что же, осталось, мы слышим, что мидрендж... Хотя, опять же, мы не видели еще паладина от Валера, может быть, тоже мидрендж. Либо, например, Мурлок. Все в этом мире возможно, все в этом мире равновероятно. Ну что же. Пойдем на следующий матч. Да, нам пока рассказывалось. Мы видим, что слегка обновился инвертарь у кастеров. Теперь это не дракончики, теперь там Мурлоки. Очень милашные ребята. Да и в целом, как бы, не знаю, пока что... Это матч очень скомканный, быстро я все-таки жил, какого-то рубил, потому что издыхал меня по-четыре раз на групповой стадии. И он был просто доминирован над всеми. Валера же, наоборот, показалось себя, знаешь, так... Ну, ты не видел матч с Валерой, я тебе объясню просто. Он играл так более... Ну, более... Такой второсортный игрок, скажем так. В своей группе. То есть, он вышел со второго места только... Да и там у него были очень много таких моментов, где он мог любой момент проиграть и не выйти. Зихао уже просто был нагло выше всех остальных. Возможно, то, что измели деки. Возможно, Зихао взял то, чем он еще не так хорошо играет, как остальными, кстати. То есть, измельный дек, в принципе, раунды закончились, когда раунды закончились буквально позавчера же. И вот у них было буквально два дня, чтобы придумать новый, ну, там, новый, либо обновить старые деки. Я, конечно, не про игроки, не думаю, есть навык, опыт таких действий, но все же... Ну, это не самое простое, по мне. Согласен с тобой. Ну, Зихао своего Хантера поменял. Ну, Хантер Зихао к текущей мете, мне кажется, не самая прям отличная калла в любом случае была бы. Как бы я не любил Зихао и его охотника с механо-гномами, но все-таки немного не то, что хотелось бы. И третий матч. Сейчас, думаю, буквально, с секунды на секунду. Да, и матч начинается. Ну что же. Повторяется история от Зихао Маллилок и... А это Мурлопаладин. И от Валиры, да, Мурлопаладин. В общем, Мурлопаладин с Алдором. Не, Алдор играется почти во всех, это Кипер не играется, прошу прощения. На самом деле, у Маллилока шансы отличные. Ну, затем, мы так еще не знаем, Маллилок на самом деле. То есть, это Драконолок, то есть куча всяких драконов, но есть там Мальгас, мы еще не видели. Думаю, или Джераксуса. Поэтому говорить, что это именно Малли, я бы не стал так. Смешно. Ну да. Ну что же. Честно говоря, я питаю дикую ненависть к Мурлопаладину, поэтому я искренне болею за Зихао. Поэтому... Дай-ка тебе чуть-чуть потише сделать. Что-то дариваешь слегка у меня. Думаю, так это будет чуть-чуть более в равных условиях. Мы с тобой будем. Ну что же. В принципе, мы видим Soul Fire. Скорее всего, там Маллилок. Я уж не буду предвещать что-то вообще странного. Заметь, интересный выбор. Я отмечал это еще в первом матче, но... Техник Рыла Тьмы. Третий дроп. Не самый частый, на самом деле. Обычно-таки все играют главыря банды бесов в этой сборке. Дабы не слишком сильно рассчитывать на синергию драконов. Но Зихао выбирает именно его. В принципе, карта по стамболе сильная. Ну и потенциально же более сильная. Мне нравится тем, что это третий дроп, который разменяется с крошером один в один полностью. В целом, хорошо себя показывает. И вот тот самый Джераксус. Какое-нибудь немного странное решение, хотя, опять же, очень часто дракону Локи тратит весь свой... Весь свой берст на ремов оппонентских крич. И Джераксус может быть вполне неплохо, как второй финишер. Но пока я сонюсь, всем понимаю, как же он так скомпоновал свою колду, чтобы все это успешно в одно влить. И... Думаю, сейчас Зихао атаковать ли Белчера, дабы разменяться буквально одним от Глади на следующий ход. Хотя, на мой взгляд, атаковать не имеет никакого смысла. С другой же стороны, в этот момент будет проблема с тем, что... Он тратит Даркбомбы даже. Я, возможно, просто проатаковал бы, так как под освещение сон бы не подставлялся ему. Но в то же время ты бы обыгрывал всевозможных Мурчей с двумя атаками. Я, в принципе, опять же, нет. Очень такое решение было сложное, потому что он хотел именно начать пораньше таковать лицо оппонента, поэтому заранее проатаковать, но это могло привести к большим потерям, поэтому он просто убил Белчера с бомбой и потратил часть бруста. В целом, против Мурных Паладина я бы сказал тратить бомбы вот так, но не совсем правильное решение, потому что хилау этой колоды просто выше крыши и слить себя пусть даже с 12-х оппонентов можешь любой момент спокойно. И также мы отмечали на прошлых трансляциях в китае частенько играет Владыка в сборке Паладина на Мурлоках. У меня все-таки странное решение. Владыка в Паладине плох более чем полностью. Да, он задерживает, но ведь это Каладина не цель или какой-то фатик оппонента и не ставит своей целью выгибить потом этого Владыку ничем. Поэтому это очень сомнительная карта все же. Ну, это скорее для того, чтобы сдержать некоторых трис. Ну, да, конечно. Мы видим Уза. Уза очень хорошо здесь подойдет под Жаркса. Я не думаю, что Жаркса будет даже разыграна в этой вере, на самом деле. если это не будет когда-то патовая ситуация, потому что 15 здоровья для Мурлок Паладина это не проблема. Да, согласен. Ну, пока что умер столько 1, по-моему. Сколько я помню. Да, умер 1 рывок 2-1, который был все. Мы видим очень много карт у Мурлок Паладина сейчас из серии Уза, Белчер, ну, Владыки, которые не самые частые гости на самом деле. То есть, не понятно, что он вынимал ради них. Также мы видим Молд. Молд, скорее всего, вместо Служителей Боли, наверное, я полагаю. Других альтернатив даже не могу придумать. Надается освещение, в принципе, вполне разумно. Жаль, не было. Хотя, чтобы у него было равенство руки, а почему он решил не чистить стол вот нормально через... Не совсем понимаю его решение пока, что. Служение Лока очень опасен сейчас. И второе освещение. Видимо, все-таки освещение... Он решил оставить под пираманта равенство. Нет, конечно, он разменял все, кроме 1-7, но... Да, все это мали лок. И вот... Как-то рука пока выглядит сейчас скомкана. О, Халфайр! Что уже еще для счастья, на самом деле. Возможно, будем Халфайр... Халфайр нечем скомбинить даже. Возможно, просто сержант на дракона. Возможно, сержант... Бран сержант на дракона. Вот такое. К чему он там тянется? Не знаю. Я бы, наверное, Бран оставил под хил. Возможно, он так и сделает. Это действительно хорошее еще. Нет, ну, ты прав в этом помените, конечно же. Но он загорает опытного охотника. В принципе, в матче с прессом карта абсолютно бесполезная. И вот Anything Can Happen. Или Маргаловратность любую же правильно называется карту в русском? Ну, я не помню. Я тут Anything Can Happen я так... Ах... название все-таки русское даже более такое более изощренное и более показывает весь смысл этой карты. Ну, что же. У Лока проблемы. Ему нечего играть. На самом деле. Ему нужен вторая даркбомба. Ему нужен туристов, чтобы все удешевить. Так все неплохо. Ну, а поеда все триня здоровья. Второй БГХ пытается муки муки. Да нет, два БГХ всегда играют Майлоки на самом деле. Это вполне обыкновенное решение, я бы даже сказал. Потому что они же играют сержантов, в принципе они могут и того же Турисана ввести в БГХ таргет. Поэтому частенько и вполне грамотно. Разыгрывается второй вестник, первый вестник Рока на стол. Чисто ради того, чтобы сбавить темп оппоненту. Честно, я не знаю, чем сейчас будут убивать Зи Хаос и его оппонента. Вот уже потрачено дат Даркбомба. Это только если вытащить какой-нибудь Soulfire например сейчас. И тогда возможно будут шансы. Альтернатива я даже не вижу. Потому видим, что у Паладина есть второй Хиллбот, есть Трусиллер можно проатаковать. Будут еще два возложения рук скорее всего. Честно говоря, немножко как-то странно, что у Паладина просто заходит в Мурлок и один Лог все. А уже полколоды как минимум пере... Там было показано сколько Axel's карты. 11 по-моему. Ну да, то есть не, ну в принципе слушайте, мурлки ему не нужны. То есть сейчас крафтке ему приходит то, что ему нужно. Он просто сопротивляется Логу, он просто уничтожит весь его стол. и Лог не может делать вообще ничего сейчас. И такой плачевый ситуация, что совсем все плохо. Он все-таки решил не знаю достаточно оброметчивое решение. Нет, как мне правильное решение может какой-то темп он понимает, что ему не будет возможности скамбы убить своего оппонента никто вообще. Он просто борется за слов любыми медами доступными. Скорее всего он скоро сдастся даже. Хотя есть вариант разыграть сейчас Джаракус на самом деле и просто надеется и молиться. Да, в целом. Ну просто какая альтератива есть? Возможно Бран и этот Дракон да, само собой тоже неплохо выглядит. Скорее всего Бран и Квардиан скорее всего, потому что другие Драконы в деке уже не осталось. Да, так и будет. Он сейчас разыграет Джаракус мне кажется он понимает, что он потеряет оружие. да, очень хорошая конечно же добилка. Нет, добилка хорошая и в штабе тоже вряд ли будет. Второе первое возложение пошло не знаю я не представляю возможности для вот для Мурлок Павловича для Мурлок Павловича господи равен Где Мурлоки я просто не представляю правда плевать на Мурлоков он просто унизил его счет терпежа на самом деле Лок не может 6 карт 6 Мурлоков я не 5 5 4 осталось на самом деле один легендарный два командира и один драмок еще два не не а что еще надо мне кажется скоро пробует передачу с называемой вангую неправильно потому что все мои предсказки по поводу того когда калушек хой и кто побеждает вечно несправедливо и неправдиво он понимает что есть сейчас поставить скорее всего это второй ремовал потому что добор карт был не но что ему делать сейчас ну кем он может пережить побать ремовал потому что разыграть с помощью нет ему не хватит ресурсов в принципе он знает примерно ставково что там есть еще один хил минимум максимум два что там есть еще какие-то таунт и есть просто два сильнейших бурстаг которых будет достаточно неправда что мы увидим здесь anything can happen в этой игре скорее всего просто мурлоки в лицо поют и убьют его разыгрыз джераксу потому что что еще делать я думаю после уза он просто сдастся да я тоже думаю ну развеивать хилбота то есть да можно вот 30 здоровье паладина уже играться с играми он будет играть с контроль пристом на самом деле только контроль прист играя в таком стиле не создал бы такой агрессии на своего оппонента вообще в виде туза и какие шансы даже не знаю Zihau проигрывает 0-3 похоже в этом матче да видно достаточно редкое явление все же я считаю что Майлок должен быть в этом комбо дек который может убить за один ход но мурлок пал с хорошей кривой вземн и так пожалуй одно здоровье я бы вместе просто сделал сесси пук при помощи темной бомбы уже понятно что это гг да фаворит на самом деле даже непонятно Zihau играл хорошо просто ему повезло где-то его линия была хуже лини оппонента не